Мамонтово, Чехово, Перспективное, Тархово. Это далеко не полный список улиц Ленинского района, где ночами орудовал автомобильный вор. Как итог, проснувшись утром, владельцы машин стремились в магазин за новыми аккумуляторами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении серии краж аккумуляторных батарей задержан гражданин 1991 года рождения. Кражи совершались на протяжении нескольких месяцев и каждый раз без свидетелей. 19 марта примерно в 9 часов вечера дежурной частью управления ВД России по городу Саратову раздался звонок. Очевидцы сообщили не только о факте хищения, но и назвали автомобиль, на котором предположительно передвигался неизвестный. Было принято решение о введении плана перехват по данной автомашине. В ходе проводимых мероприятий автопатрульной патрульной постовой службы Управления ВД России по городу Саратову в общем потоке была обнаружена данная автомашина по приметам и организовано ее преследование. Установлено, что с места совершения преступления подозреваемый скрывался на такси. В этот раз мужчина поступил так же, однако уехать далеко не смог. В ходе преследования машина была задержана в поселке Солнечный с сотрудниками патрульно-постовой службы. Данная машина не останавливалась, только прибавила скорости. И где-то около дома Батая на 12 данная машина была задержана нами. 29-летний мужчина дал признательные показания. В октябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы и почти сразу принялся за старое. Машина подозреваемый вскрывал без инструментов, как говорится, голыми руками. Увидел припаркованный автомобиль. Убедился, что меня там никто не смотрит, что нет хозяева. Проникал рукой под капот, дергал тросик. Открывался капот, крыша капота. Открывался, снимал клемму, таскал аккумулятор и скрывался в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 158 Уголовного кодекса России. В настоящее время устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных фактов.